С кем бы хотелось увидеть Васю в ринге? Да хватает имен. На самом деле, вот эта весовая категория, в которой он сейчас боксирует, 57 кг с копейками, она более интересная, если брать по составу имен, фамилий, чем та весовая категория, которая идет следующая. Мы знаем, что он собирается переходить, но пока вот в этой весовой категории нас намного интереснее. У него много работы здесь и, в общем-то, много интересных соперников. Я, конечно, хотел очень посмотреть его бой с Нанитой Донаэром, это звезда, филиппинец на втором месте после Мэнни Пакяо по известности. Донаэр встретился с Николсом Уолтерсом и жестко проиграл нокаутом. Кстати, вот и, насколько я слышал, и команда Ломаченко и с Вася тоже рассчитывали, что Уолтерс выиграет. И сначала мы услышали Уолтерс, мол, давайте я там с Ломаченко встречусь. И был бы интересный бой. А сейчас уже последняя информация, что, в общем-то, он не хочет с Васей встречаться. И команда Васи тоже сказала, что пока этот бой не актуален, нужно, чтобы ребята там, в общем-то, набили рейтинг, провели минимум по одному бою, а потом уже их будут сводить. Ну, скорее всего, так и будет, я думаю, в следующем году. Объединительный бой с Уолтерсом был бы интересен. И, конечно, жалко, что не говорят сейчас о поединке против Евгения Градовича, россиянина. Это еще более, да, такое интригующее противостояние было бы. В любом случае, у Васи сейчас и такое интересное время пошло, когда он, в общем-то, уже в статусе чемпиона, может вызывать кого угодно и принимать чей-либо вызов. Так что ждем интересных соперников, громкие имена.